Только недавно заметил Только недавно заметил странный один парадокс. Можно сказать даже нонсенс. Всем к размышлению толчок. 70 лет уже люди с запада и на восток дружно танцуют под песни в стиле с названием рок. Даже невзрослый, ребенок, рок узнает без труда. Можно сказать, что с пеленок рок в нас живет, господа. Но если спросишь у парня даже большой рок-звезды, чтобы невысокопарно терминами объяснил, что же рок-музыка это, как отличить от попсы, точная суть в чем предмета, ты же знаток, объясни. Только в ответ мы услышим басни про драйв, снос башки, про барабаны, гитары, только о роке, ни-ни. Скажут мои оппоненты, может не знать музыкант. Музыковеды, доценты, все тебе скажут, отстань. Спрашивал я у доцентов, спрашивал у докторов, только не знают ответа. Нет в этом деле спецов. Но я скажу еще больше. Может вам станет смешней. Не существует в природе книг, монографий, статей, что разъясняют народу, что же такое есть рок. Только рассказы про хиппи и знаменитый вудсток. Все вроде все понимают, все как собаки умны, смотрят в глаза и не знают, как же им рок объяснить. Вот и пришлось человеку из посторонней среды первую сделать попытку музыку рок объяснить. Он происследовал стили, жанры и инструментал, техники, аранжировки, разницы не увидал. И вот тогда обратил он взор на английский язык, тот, на котором так чудно рок изначально возник. И оказалось, что точно, именно ритм языка сделал звучание рока неповторимым, друзья. В этом особенность рока, неповторимость его, в ритме вокала, в синкопах, что в языке глубоко. И кто же тот одержимый, что смог критерий понять? Доктор наук один русский, Волощуком его звать. А существенно не важно, а существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, и существенно не важно, доктор Волощук СД. СД, СД, СД. 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 СД.